Большой популярностью на международном рынке пользовались особые предметы, созданные уральскими мастерами. Ягодные пресс-папье появляются в ассортименте уральского камнерезного дела в конце 30-х, начале 40-х годов 19-го столетия. Во многом это изменение ассортиментной политики связано с приездом на Урал нового помощника директора Екатеринбургской императорской гранильной фабрики, помощника по художественной части Александра Ивановича Лютина. Приехав в Екатеринбург, одним из первых своих действий он предпринимает заказ образцов во Флоренции. Сохранились архивные документы и мы знаем, что у одного из флорентийских торговцев специально для Екатеринбургской гранильной фабрики было приобретено два пресс-папье с объемными накладками. Одна из них изображала птичку, на второй были плоды и цветы. И как раз к этой плодовой тематике обращаются уральские мастера. Скорее всего, первыми предметами были изображения объемных виноградных гроздей. И мы с вами такой предмет в нашей коллекции можем увидеть. Пресс-папье с кистью, созданной из аметистовых бусин, с листочками из яшмы, действительно напоминает флорентийское прочтение винограда. Но очень быстро уральские мастера расширяют ассортимент ягод. И от экзотического, редко произрастающего на Урале винограда, они переходят к тому, что окружало их в повседневности. Прежде всего, к лесным и садовым ягодам. Увлечение изображением ягод на пресс-папье посвящен целой сказе Павла Петровича Бажова «Хрупкая веточка», где он достаточно точно описывает сложный технологический процесс создания отдельных ягод. В нашей коллекции представлена замечательная пресс-папье с ягодами садовыми, смородины разного цвета, малины, княженика. Все эти ягоды можно было увидеть в любом уральском огороде, но для каждой из них существовали свои приемы создания. Любопытно, что эти пресс-папье не выходили из-под руки одного мастера. Как это нам описывает Павел Петрович Бажов, они создавались в разных мастерских. У каждого был свой секрет. Нужен был специальный человек, композитор, который скупал по мастерским отдельные ягоды-заготовки и потом собирал их в художественную, отмеченную вкусом, композицию. Выбор материала также зависел от будущей ягоды. Из твердого орлица специальным инструментом вырезались ягоды-малины. Из более мягкого селенита ягоды белой малины. И не всегда эти ягоды мог создавать один мастер. Особого внимания заслуживает смородина. Уральские мастера легко восполняли отсутствие природного материала его синтетическим аналогом. Не надо забывать, что Урал – это не только богатейший природными самоцветами край, но еще и центр российской металлургии. Сопровождает производство металлов всегда большое количество шлака. Вот эти стекловидные шлаки уральцы научились использовать в качестве замены отсутствующему материалу. В нашем примере большие ягоды с белой черной смородины вырезаны из стекловидного черного полупрозрачного шлака. Самым трудоемким видом ягод на нашем Преспопье является белая смородина. Представьте себе, чтобы вырезать каждую из этих ягодок, надо было пройти следующие технологические стадии. Прежде всего вырезалась круглая бусина, ее разрезали пополам, выбирали лишний материал сердцевины так, чтобы стенки превращались в две тонких скорлупки. На них гравировкой наносились прожилки. Извлеченный материал смешивался с клеющей мастикой. Получалась полупрозрачная масса, которой тщательно набивали эти две половинки. Таким образом удавалось выявить на контрасте прозрачного и непрозрачного материала нарисованные прожилки. Половинки склеивались, шов заполировывался, и увенчивалась эта работа маленьким хвостиком из темной яшмы, отмечающим место, где раньше находился цветок. Листики из афиты или зеленой яшмы дополняли эту композицию и позволяли собрать между собой ягоды воедино. Говоря о популярности этих предметов, стоит отметить, что их использовали не только в качестве предмета, активно представленного на уральском и петербургском рынках. Такие произведения отправлялись в качестве подарков и за рубеж. Мы точно знаем, что брат датской принцессы Дагмар, будущей императрицы Марии Федоровны, приехавший как раз сопровождать свою сестру на брак в сочетании с наследником Российского престола Александром Александровичем, получил в подарок при возвращении в Копенгаген такое пресс-папье работы уральского мастера Ивана Логутяева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова